Тревожный чемоданчик У каждого из бойцов нашего батальона есть баул, в который кладется бронежилет, или бронежилет надевается на себя, исходя из обстановки. Тревожный чемоданчик Каска РПС Плечи, реминая система Сюда идут подсумки аптечка Сумка сброса магазина Подсумок для гранаты И магазин Автомат, если обстановка позволяет, кладем в баул. Если для каждого бойца уже есть явная угроза, автомат в руках. Магазин Это у каждого бойца теробороны есть такой набор дома? Да, да. Часть инвентаря мы покупаем сами, часть выдается, часть помогают волонтеры. Для гражданского человека, ну, во-первых, место положения этой сумочки, да, она должна быть возле выхода. Это рюкзак 25-30 литров. Должна находиться возле выхода, потому что неизвестно, где, в какой момент вас застанет этот обстрел. Начинка. Начинка должна, в ней должны находиться деньги, документы, ну, или копии документов, продукты от 1 до 3 дней, соответственно, воды от 1 до 3 литров, аптечка обязательно, то есть это кровоостанавливающие препараты, противоаллергические препараты, препараты для дезинтоксикационной терапии, вот, и, опять-таки, индивидуальные препараты, исходя из, если есть какие-то характеристики, хронические заболевания, они должны быть продублированы, как и в домашней аптечке, так и в тревожном чемоданчике, тоже там находиться, ну, и обязательно, наверное, перцовый баллончик, так как любой человек гражданский может стать жертвой мародерства. Деньги с собой нужно брать, для того, чтобы и откупиться, вот, ну, и для того, чтобы как это просуществовать, лучше брать. Мне известно, как будет работать банковская система, да, можно будет снять с карточки, вот, то есть все драгоценности лучше брать с собой. И наличка должна быть? И наличка должна быть и драгоценности, ну, и домашние животные, да.